Друзья, всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня мы с вами продолжаем работать с марафоном по техническому рисунку. Мы отрисовали 6 базовых моделей, и я вам показываю, что можно с ними делать, как их можно заливать. Сегодня мы будем с вами рассматривать моделирование. Моделирование мы будем смотреть на основе прямой юбки. Я открыла наш файлик, в котором у нас получился готовый рисунок. Сейчас я его выберу и скопирую в новый документ. Рекомендую так делать, потому что в данном случае у вас все настройки копируются, дублируются. И если вдруг какие-то были тяжелые элементы, они остались в старом файле, а в новый файл переносится только рабочий материал. Если вдруг что-то сломается, у вас останется два файла. Так что имейте в виду, очень удобный прием. Прямая юбка у меня отрисована на полванке, что очень-очень хорошо. И сейчас мы увидим, почему. Итак, я ее располагаю. Сейчас я выберу прямую юбочку, скопирую ее, сотру и продублирую ее на новый слой, чтобы у меня объекты находились на разных слоях. Теперь разблокирую два слоя, выберу все и произведу копирование. Так, нам нужно 5 моделек в ряд и те же 5 моделей мы опустим вниз. То есть всего у нас получится 10 разнообразных интерпретаций нашей с вами юбки. Итак, сегодня мы говорим с вами про моделирование и я расскажу про простое моделирование. Это для нас ширина. У нас с вами вообще идеальная подготовка, потому что у нас прекрасно отрисованная модель. Я буду моделировать только перед, но спинка моделируется, соответственно, тому, как моделируется перед, как рисуется у нас с вами технический рисунок. Убираю заливку и блокирую слой. Я выделила все юбки, убрала с них заливку и блокирую слой, на котором находится у меня шаблон фигуры. Сейчас я сделаю еще одну такую вещь. Я разблокирую слой, на котором есть шаблоны фигуры, выберу все. Это кнопочка Ctrl-A и задам непрозрачность 50. Тогда, вот сейчас вы посмотрите, что будет. Они становятся более бледными, уходят на задний план, а на передний план начинают выходить черные контуры, с которыми я непосредственно и буду работать. Итак, первую модель мы сохраним так, как она есть. И первая вариация – это моделирование длины. Я для этого использую инструмент Direct Selection или прямое выделение. Это белая стрелочка. Выбираю я те точки, которые я хочу сдвинуть. И, соответственно, начинаю их двигать. В данном случае сделаем мини. Я просто их выбрала и начала стрелочкой двигать наверх. Но в данном случае, видите, у меня она получилась бутончиком, потому что у меня колени, они уже, чем бедра. Соответственно, я должна эту линию поправить. Точно так же я выбираю точку. И начинаю стрелочками ее двигать. Два, три, четыре. И нажатие. Я посчитала нажатие очень просто для того, чтобы вторую точку симметрично сдвинуть влево. И раз, два, три, четыре. Все-таки там было пять. Нет, четыре. Четыре. Вуаля! У меня получилась мини-юбка. Очень быстро, в одном касании. Я думаю, что принцип понятен. И давайте мы с вами смоделируем основные длины, которые являются максимально популярными в носке и присутствуют, соответственно, в магазинах. Соответственно, это у нас будет длина чуть выше колена. На следующей модели я опять выбираю две точки низа. Сейчас мы сделаем их чуть длиннее. Излюбленная длина миди. И также мы сейчас сделаем длину макси. Вот таким простым способом, сохраняя все основные конструктивные элементы, вы можете смоделировать варианты юбок. Давайте мы их выберем все. И зальем белым цветом, чтобы мы их видели. Как вы видите, это намного быстрее и удобнее, если вы будете рисовать руками. У вас есть абсолютно четкое положение пояса, абсолютно правильно простроенные выточки. И также вы по фигуре понимаете, какой длины ваша юбка, как она сидит по фигуре. И что с этим дальше можно делать, как бы передавать уже конструктору или еще что-то. Дальше мы с вами будем заниматься моделированием по ширине. То есть здесь это было моделирование по длине, а у нас будет моделирование по ширине. Наш нижний ряд. Первую модельку мы оставляем так, как она есть. Это наш исходный вариант. Мы с ней будем сравниваться. А вторую модель мы сделаем небольшое расширение. Я выбираю одну точку. Как видите, у меня есть точка на бедре, она будет фиксировать бедро. И, соответственно, данную точку я буду отодвигать вправо. Опять же, посчитаю, сколько раз я нажму на кнопочку, для того, чтобы симметрично сделать соседнюю сторону. Левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня получилась простая легкая юбка-трапеция. Она уже не такая приталенная. Что я могу сделать дальше? Делаем то же самое. Выбираем опять правую точку. И теперь мы будем двигать не на десять, а скажем на двадцать-тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Нам 25 мы подвинули. Двадцать пять – это количество нажманий, которое я делаю на стрелочке на клавиатуре. Ничего более. Два, три, четыре, пять. Как видите, моя юбочка разошлась более широко. Разница заметна, и, соответственно, крой тоже будет другой. Что еще можно сделать? Можно взять, удалить две бедерные точки. И тогда у меня клешение пойдет вот от этой точки. Давайте мы подвинем в сторону. Начнем слева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На 30 я подвинула и симметрично двигаю правую сторону. Обратите внимание на то, какие разные получились юбки. Данная юбка, она просто немножко трапеция. Вторая юбочка, которую моделировали, она идет по бедрам и от бедр идет к решению. А здесь у нас идет практически отталия, то есть идет небольшое пролегание по окату бедра и после этого идет к решению. Ну и практически точно так же вы можете нарисовать юбку солнца. Соответственно мы выбираем, здесь будет просто более большое раскрешение требоваться. Убираем все точки, которые находятся на окате бедер, они нам будут не нужны. Ну и понимаете, что нам нужно точку выдвинуть сюда. Соответственно мы берем с вами точечку. Берем с вами инструмент зеркальный поворот и начинаем его. Вот смотрите, 45. Вот так это будет. Это будет солнышко. И точно так же мы берем еще одну точку. Выбираем ее. Ставим точку, от которой будем крутить. И на 45 градусов ее убираем. Но, как видите, получился ромб. И сейчас мы его сгладим. Вот так получилось. Юбка солнца. Вот такое простое моделирование у нас. Как вы видите, быстро, просто и легко. И теперь вы сами понимаете, что можете соединить моделирование длины и моделирование ширины. Соответственно, у вас может быть прямая юбка солнца. Длинная прямая юбка, да, из нее вы можете сделать солнце. И так далее. Это очень и очень удобно. Позволяет делать множественное моделирование. И оно все красиво, аккуратно и четко по пропорциям. Вот такой прекрасный пример работы в Adobe Illustrator и работы с нашей базой. Большое спасибо за внимание. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok